ну что друзья несть числа по ссылкам которые приходят на наш адрес оплаченными так прошу они еще и оплачены ну так уж получается вы видите как ножом швейцарской армии у нас сергей открывает коробочку давай я подозреваю что это вот та самая камера на 360 градусов но посмотрим карта памяти это карта памяти к ней это святое это святое и да это таки камера так ну что давайте таки камеру будем такие такие разворачивать да у нее надо сказать что чисто эстетически вот ее упаковка так выглядит кого-то камера это сделано таки таки в apple но это я думаю не так она просто стилизированная стилизированная упаковочка вот вы видите так она выглядит хорошо так и вынимается легко insta 360 так что здесь дальше я не знаю что там здесь еще что-то надо отрезать отрежьте что-то еще вот так давайте вот она так смотрите тут сама камера тут какая-то документация это видимо какие-то это очки это очки это не линзы это что-то такое дачки вот такая вот камера тоже небольшая давайте я давайте вот телефон да она с другой стороны где разъем да я сейчас чтобы не видели ваш код нет не видно наш код давайте и наверно как-то вот так она за как-то щелкнуть немножко вот ну что друзья мы возвращаемся к нашей задачи щелчок будет передач да немножко так клюкнуло так что было почему он сразу не заработал надо было софт скачать о он уже на мой запустился дождите но камеру вот эту вот вот эту вот и нужно было зарядить на немножко был на бою за и нужно выразить мы в нее вставили диски да я и вставил сюда очень не исключено что без дискетки беда и вообще не работала многие бы не стали работать теперь ажевый кверх ногами держать так ее положено держать прямо да вот типа того я не понял так хорошо за зрелищ такое странное сейчас мы перейдем режим видео такая сейчас мы в каком видео о давайте давайте поставим на вот такое адекватное вы знаете что я подозреваю что это все должно будет как-то потом сшиваться да тут стоит вот это applications инста 360 вот она на телефоне вот здесь вот она желтенькая так и что она делает она позволяет вот этот вот синхронизирует изображение из двух камер странный обзор вот этот а это типа рыбий глаз это линза называется рыбий глаз фиша ну да я не да да я знаю как она в фотоаппаратах называть в этом с учительницей географии помню так звали у него глаза были выпуклые да и вот здесь в принципе вот она есть полная панорама это где вот маленьком окошечке вот в этом вот вот это а это как бы обзор круговой то есть вид такой довольно уродливый я думаю что если записать и потом посмотри компьютере я думаю будет какой-то более человеческий выше но вот не невозможно вот так например вести трансляцию с этого сфера мы не знаем как она видно в реале ну да я не знаю можно ли как бы онлайн ну типа стримить с этой камерой насчет ну вот сделать его стримы иметь с ней ну то есть как бы в реале чтобы хорошо записать я понял записать можно да у нас на спросите давайте сейчас запишем а потом поймем как это превращать в нормальное видео вот сейчас мы пишем да друзья мы тут вроде да он ладнули с маленькой камеры значит на iphone а дальше был непонятно где файл так где у нас файлы сергей оказывается мы давно дали не на iphone да а мы да у ладнули в application то есть по сути этот файл хранится в трех местах может храниться в софтвор что-то даунлода ну софтвер то стоит на авто на на iphone что у него есть какой-то свой какой-то там организованный фолдерочек да но это внутренний какой-то application я понял то есть какой-то фолдер который принадлежит application а не туда где все все видео идут да 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 то есть видео может храниться на вот этой камере потом мы можем ее сделать трансфер на в этот application на iphone а дальше с application либо с камеры нам надо экспорт сделать уже как внешний файл который мы можем охрана разместить на камере на самой на маленькой камере вот на этой файл находится в таком формате который нам на видео не подгрузить его его надо как-то сшивать там да он предлагает нам два варианта его сделать либо как панораму либо как какой-то там специфика какая-то я не знаю ну хорошо все таки мы хотим получить обычный там mp4 который можно грузить потом да мы берем выбираем откуда мы будем забирать этот файл мы либо забираем с камеры то есть у нас камера альбом да да есть камера олбунс да есть iphone вот мы допустим можем прямо с камеры забрать вот то что мы брали да вот то что мы записывали да да и куда дальше нам надо сделать его не в application а снаружи вывести то есть в iphone нажимаем вот эту кнопочку и говорим хочет панораму или little planet панорамик это панорамное изображение то что мы хотим смотреть да либо little planet тоже какой-то один из видов каких-то вот мы не знаем еще какой но я и те и те попробовал сделать хорошо и дальше мы просто нажимаем мы хотим допустим little planet и он пошел его выгружать в iphone уже в непосредственно в тот библиотеку там 90 фото привычное место неплохо бы понять чем разница между little planet и мы сейчас увидим два файла да друзья ливня конечно особого нет но дождик имеется не то чтобы там знаете как это говорят что разверзлись хлебе небесные так они не очень и развязались а вот друзья коробочка которая была пришла вот с нашей камеры вот это значит закрывайте то есть так она закрывается и получается что что-то смотреть можно там да ну вот ну так наверно не давайте но вот тут одно видно тут сюда это в два глаза надо еще чуть видно не знаю что там видно все дело было в сеттингах друзья просматривать видео можно в режиме виртуальной реальности вот теперь он за мной крутится рука давайте дать леонидовна давай покрыть будет крутиться работает зараза есть такой да 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 не сработает на меня смотри вверх работает так то что да я тоже попробую давать потому что такие и зрителя может еще не сайт ну вряд ли на два глаза чудеса синематографа ну-ка давайте вот на меня камеру давайте так друзья вам что видео не закончилось при этом слушайте действительно она ешка с и она ешка инертная смотрите вверх-вниз вверх-вниз она должна за вами о моё его моё единственное что конечно ему резкости не хватает очки такие есть качественные очки по несколько сотен долларов которые дают качество например линзы хорошие должны быть о вы тут такой гигантский во всю стену да да друзья вот такая вот фигня получается вы видите видео она уже висит там даже его тоже 673 просмотра и вы можете не обязательно вот давайте запущу не вы не вот не взять над этой контролкой пользоваться чтобы там крутить в разные стороны да можно так конечно вот а а можно вот прямо в так вот взял вот за экраны тащишь его в любую сторону вот так тоже можно если кто еще там не прям не пробовал значит тут можно потолок хороший красивый живопись какая-то крутится у нас в общем такая вот история все ребята счастливо я считаю что репортаж у нас закончен